Светлана Прокофьева Здесь также можно поучаствовать в мастер-классе и сделать свою игрушку. Художник-кукольник Юлия Конкина считает себя хранителем и передатчиком традиций изготовления народной игрушки. Сегодня она учит детишек изготавливать лоскутную куклу-колокольчик своими руками. Всего каких-нибудь полчаса и кукла готова. У них применение было разное. Были обереговые, именно обереги. Были игровые куклы для детей. Куклы делались вообще игровые. Матерьми для детей или девочками уже с четырёх лет делались из тряпочек бывших в употреблении, потому что там должна быть энергетика семьи, и красными нитками, потому что это цвет жизни. В этом доме рады видеть детей. Более десятка обучающих программ создано для них. Сотрудники музейного центра не жалеют своих физических и душевных сил для создания доброй атмосферы. Ты выходишь к детям, разговариваешь с ними, играешь с ними или вместе мастеришь. И, соответственно, не просто меняется настроение, не просто ты ощущаешь радость. Ты понимаешь, что, наверное, вот в этом твоё предназначение. Педагог не только поёт и танцует с детьми. Она также помогает им узнать, как жили на Руси деды и прадеды, загадывая детям загадки о предметах быта, помогает им участвовать в занятиях в форме игры. Вот такую гладильную доску сейчас можно использовать как музыкальный инструмент. Как говорили очень многие известные философы начала 20 века, музей – это храм памяти. Они сохраняют связь с прошлым. Вот так и детский музейный центр предоставляет возможность соприкасаться с вещами и предметами старины, которые хранят связь с прошлым. NTD. Санкт-Петербург. Россия.